Здравствуйте, друзья! С вами Плюнкина Елена. Сейчас я вам покажу очень интересные, на мой взгляд, функции анимаций в программе Powerpoint, которыми, как я поняла, никто, наверное, не пользуется. По крайней мере, в тех видео, которые я смотрела, авторы так и говорили, честно, кто не знает, из-за чего эти функции и как ими пользоваться. Я хочу их показать вам, потому что я этими функциями пользуюсь часто. Вот у нас есть картиночка. Картистинка у нас по размеру слайда 25,5 ширина, почти половина высота. Сделала я текст к нему, но текст я не анимировала, а сделала я его для того, чтобы по сравнению с текстом, который будет постоянно в одном положении, сравнить движение анимации самой картинки. Сделаем по картиночке анимации, область анимации и добавим к этой картиночке, например, анимации изменения размеров и ещё одну анимацию колёсиком проворачиваем вниз в пути перемещения, линии. Чёлкаем по картинке, чёлкаем по картинке, обе анимации разделяются и ставим их в положение вместе с предыдущим. Почему? Потому что если мы поставим запускать после предыдущего, то при изменении, например, положения одной из анимаций, вторая анимация автоматически становится след за нею, что создаёт трудности в создании анимации. А если мы оставим по тексту, то эти анимации будут запускаться очень-очень нескоро, даже если мы не будем чёлкать под ней. Поэтому самый лучший вариант для обеих анимаций ставить запускать вместе с предыдущим. Для наглядности я ещё эту анимацию увеличиваю. Как помните из моих уроков я или увеличивала их руками, а можно сделать это по-другому. Выделяем картиночку, выделяются обе анимации и ставим здесь этот размер, например, поставим 5. Как видите, обе анимации увеличились. Теперь самое интересное. Смотрите, в анимации увеличение размера есть функция параметра эффектов и в ней движочки стоят на нулях. Это по умолчанию. А в анимации примещения параметра эффектов эти движки стоят посередине. Что это дает? Посмотрите, какое будет неудобство. Вот анимация увеличилась здесь поехала вниз, а я внизу белая полотца и только после этого анимация стала на место. Поэтому мы эти движочки в анимации перемещения параметры эффектов тоже ставим на ноль. окей. Смотрим, что получилось. Вот перемещается всё как надо. Никакой белой полосы всё плавненько увеличивается. Теперь с этой анимацией мы можем сделать следующее. Вот выделяем её. Например, я хочу чтобы этот медвежоночек при увеличении картинки был в центре внимания. Поэтому анимацию я перемещаю на середину. Вот всё получилось. Картинка увеличивается и всё внимание опустяру на этого малыша. Можно следующим образом ещё поступить. Например, эта анимация мы вернём на место. Её можно сместить именно через параметры эффектов. То есть поставить анимацию вправо. Но будьте осторожны. Видите все настройки. У нас было здесь пять месяц предыдущей анимации. осталось два. Это первое. А второе, что у нас параметры эффектов действительно остались посередине. Поэтому убираем их. Окей. Здесь тоже придётся сделать дополнительное. Пять. смотрим что получилось. То же самое, что и при ручном передвижении стрелочки. если например мы захочем обратить внимание на этого малыша то сделаем следующее щёлки на перемещение поскольку мы должны пойти вверх мы эту анимацию тоже направляем вверх. Делаем так где-то посередине так вот Смотрим что получилось. Вот он начнёт. Вот такой голодастик появился. Так. Получилось у нас. Это у нас получились картинки которые соответствуют размеру слайда. А теперь мы так поставим на место а теперь мы сделаем так чтобы картинка была твое больше и мы её просто уменьшим. Считаем по картинке формат. Если та картинка была размером например ширина 25,5 то здесь мы просто сделаем в два раза больше 25,5 в два раза это 51 но здесь всё автоматически введите например за тем чтобы в размерах стояла галочка сохранить пропорции когда всё автоматически будет передвигаться вслед за одним размером закрыть закрыть теперь ставим эту картинку в то положение какое мы хотим её сначала обратить внимание я вот поставила маму медведицу в центр слайда как видите по отношению к сердцу она не забираживает а теперь будьте внимательны мы применяем те же самые анимации анимация добавить анимацию изменение размера но выберем здесь не крупный а мелкий чтобы картиночка уменьшалась добавим следующую анимацию путь перемещения виднее здесь тоже щёлкаем по картиночке выбираем вместе с предыдущим и тоже обращаем внимание параметры эффектов в уменьшении картиночки движки стоят на нулях а в перемещении параметры эффектов движки стоят на середине это анимация помолчания ставит движки метоположения поэтому с ними надо манипулировать теперь смотрим следующее для того чтобы если мы оставим всё так же как у нас получилось то получится посмотрите что видите картиночка уменьшилась но оголились пыля поэтому мы делаем следующее выделяем эту анимацию перемещение и вот закончить красную стрелочку видите здесь горит маленькая точечка меленькая тянем левой кнопкой мыши в середину слайда а середину слайда можно определить по направляющим здесь взять это надо взять параметр вид и здесь можно выложить направляющие сетка сетка нам не надо линейка линейка тоже нам не надо оставляем только направляющие так идём опять в анимацию и смотрим что получилось поскольку у нас картиночка сдвинута по отношению вместе с тем что у нас на втором месте остался а сама картиночка у нас сдвинута но благодаря этой стрелочке в анимации пути перемещения картиночка уменьшится при уменьшении размера своего станет на место слайда посмотрим что получилось вот уменьшается и картиночка становится на центр слайда без всяких полос и без всяких смещений я считаю что эта функция очень интересная посмотрим еще один пример например мы поставили на серединочку у нас нам надо например этого надвижоночка но посмотрите стрелка наша тоже сместилась опять нажимаем на саму анимацию и правой кнопочкой мыши зажимаем огонечек беленький и тоже перемещаем в центр вот что получилось видите картинка уменьшилась никаких проблем не создало в этой сверху ставим центр этого улуса вот он маленький у нас стрелочку опять будем перемещать если видите вот ударился кончик красный опять ставим центр слайда ориентируйся по направляющим смотрим вот опять видите что у нас было сначала все было внимание обращено на этого малыша а когда пошла анимация слайд встал на место вот с этой анимацией и с ее функцией параметры уникетов я и хотела вас познакомить на этом у меня все всего вам доброго пока пока до доброго до Субтитры подогнал «Симон»!